Региональный проект местной инициативы по решению главы региона запустили в 2019 году. Тогда из областного бюджета на гранты выделили 10 миллионов. Благоустроили 20 объектов. В этом году в планах привести в порядок 225 пространств и дворов. В областном бюджете на это предусмотрено 200 миллионов рублей. Люди активно благоустраивают общественные пространства, парки, скверы. Также делают детские площадки, спортивные комплексы. С этого года при поддержке губернатора Ивановской области мы увеличили сумму на реализацию одного проекта. Теперь она оставляет миллион рублей. То есть это поддержка региональная. Сумма, размер гранта, миллион рублей для каждого? Для каждого. Для каждого миллион рублей. Плюс софинансирование спонсоров, муниципальный бюджет, средства граждан. В целом на благоустройство одного объекта сумма может составить миллион двести тысяч. Ежегодно уменьшается объем софинансирования, который должны собрать жители. Сейчас это один процент против трех в начале. В Кохме в проекте участвуют 13 инициативных групп. Программа пользуется успехом у жителей, которые готовы преобразовать, благоустроить свои территории. Также у нас приходят поэтапные развития территории. Жители участвуют у нас уже не первый раз и стараются принимать участие в последующем. Так у нас есть примеры, где уже по третьему этапу реализовано. В двух пространствах в Кохме после благоустройства провели освещение. На улице Чехова четыре года назад построили детскую площадку. А это новый игровой комплекс, который смонтировали в этом году. Пришла идея мне лично. Я была в санаторий Зеленого Радуга. Когда я увидела эту площадку, я в нее влюбилась. Приехала. Ну что надо было сделать? Надо было посоветоваться со своими друзьями. Быстренько собрала инициативную группу. Это в принципе только организация. Дети с удовольствием играют на площадке. Кроме многофункционального комплекса, есть песочница для тех, кто помладше. Скамейки, качели. Оборудование новое, безопасное. Не успели инициаторы реализовать этот проект, уже задумываются над продолжением. Жители домов на улице Кочетовой в программе участвовали впервые. Часть устаревших конструкций заменили на новые. Часть отреставрировали. Вечерами у нас тут просто огромное количество детей. Потому что у нас здесь сбоку дома находится садик и школа. Жители сами выбирали элементы. То есть я со всеми советовалась, выкладывала в общий домовой чат. Все произошло очень быстро. Площадку нам поставили буквально за пару дней. Попросили посыпать площадку гравием. Каждый элемент выбирали коллегиально. Мне нравится вполне. Даже очень хорошая площадка. А что самое хорошее? Да тут все хорошо. И горка хорошая. С братом гулять вообще класс. С братом? Да, с братом хожу сюда гулять. Пару лет назад появилось новшество. Приводят в порядок памятные места героев Великой Отечественной войны. К будущему юбилейному году жители региона уже предоставили более 15 таких проектов. Ирина Афонина, Максим Шишкин, телекомпания БАРС.